До начала Ифтара остаются считанные часы. Двери открыты для всех желающих. Подготовка к самому массовому Ифтару 2019 года идет полным ходом. Люди со всех уголков Дагестана и даже гости из Братского Азербайджана принимают активное участие в каждом из процессов. Мы из Азербайджана. Ребята, цорцы, которые здесь помогают, человек 40-45. И мы каждый раз помогаем в таких мероприятиях. Мы еще будем помогать, участвовать. Мы волонтеры. Мы здесь помогаем, они поверят, что говорят. Рис принеси, воду принеси, огонь сделаем. Все эти работы мы делаем. Нам разняту, какой бы работы ни было. Мы, которые нам показали работу, мы все сделаем. В этом году угощение приготовили на 30 тысяч человек. События такого масштаба проводятся в Дербенте впервые. Ифтар объединит сердца людей разных слоев населения. За одним столом сядут и бедные, и богатые. Меню самое интересное. Что ждет по снятищимся вечером? Бригада опытных поваров, несмотря на жару и палящее солнце, готовит основное блюдо. Ароматный плов. На его приготовление ушло 2 тонны мяса и почти столько же риса. Это узбекский, таджийский или какой плов? Это общий плов, братья. Мы здесь и таджики, и узбеки, и аварси, все дороги, все есть здесь. Все помогают нам. Уже 37 лет на сыр мастерски готовит великолепный плов. В этом ремесле в Дагестане ему нет равных. Половина, 70% Дагестана проехал в Мавлидах, Мазисах, соревнованиях, везде плов делим. Поглав большей части Дагестана и приехав в Дербейд, на сыр раскрыл нам секрет приготовления плова. Мясо пожарим, потом морковь. Потом сверху нуху и воду наливаем. Оставляем на полчаса, в час. Включи больше полчаса, в час. Даже полтора часа можно. Потом рис кидаем, и воду наливаем, и закрываем. В течение полчаса она будет готова. Параллельно с этим порядка 200 девушек занимаются на рисках фруктов и готовят салаты. Тяжело все это готовить и поститься? Вы знаете, все девушки говорят, что мы ожидали, что будет тяжело, но не тяжело. Почему? Потому что атмосфера единства, атмосфера братства и единства, вот это состояние помогает преодолеть все трудности. И даже вот работа, вот даже вот мы завершили резку хлеба, завершили резку фруктов, сейчас перейдем потихоньку уже к резке овощей. Все прошло так быстро и так легко и непринужденно. Даже был такой момент, что девушки за ножик чуть ли не там спорили, это мой нож и так далее. Поэтому, не знаю, совсем, совсем нетрудно. Камиль Девятов, Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Дербент.